Сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции вышли в рейд на автотрассы области. Наша съемочная группа побывала в рамках мероприятия на дороге Шимкен-Жет-Эсай. В первые же минуты рейда в поле зрения полицейских попал автомобиль Хундай Старекс. Автомашина остановилась в запрещенной для движения зоне. Машин не было, я поэтому и остановился. На водителя Старекса полицейские заполнили административный протокол. Заодно напомнили пассажирам микроавтобуса о соблюдении правил дорожной безопасности. Я вам покажу, как водят водители Старекса. Я вас посажу рядом с собой в свою машину и поеду со скоростью 150 км в час. Он меня обгонит на скорости 180 км. Поэтому предупреждайте шофера, чтобы он не гнал машину. От этого зависит ваша собственная безопасность и безопасность ваших детей. На этом участке до сих пор ведутся дорожные работы. Поэтому ДТП здесь не редкость. На дороге Шимкент-Житэсай на промежутке между 105 и 210 км, то есть в районе села Капланбек и дальше, в этом году в ДТП погибло уже 15 человек. Главные причины всех аварий – превышение допустимого режима скорости и выход на встречную полосу движения. Здесь, помимо всего, ведутся еще и строительные работы. Поэтому мы предупреждаем об осторожности всех водителей, кто едет на этом участке дороги. О том, что водители проезжающих автомашин грубо нарушают правила дорожного движения, свидетельствуют и работники строительной компании. Пока ведутся здесь работы и неопределен срок их окончания, мы поставили знак ограничения скорости движения до 50 км в час. Это делается все для безопасности водителей. Так как мы видим, здесь каждую ночь происходят тяжелые аварии. Сейчас, чтобы не мешать движению, мы работаем по краям трассы. Основную работу ведем ночью. С начала года на дороге ЖТС Айшимкент погибло уже 15 человек. Поэтому полицейские призывают водителей проявлять осторожность. Днем ДТП произошло на Тамерлановском шоссе в Шимкенте. Здесь столкнулись спецавтомашина дорожно-патрульной полиции и КАМАЗ-цистерна. В результате сильного удара обе автомашины вылетели на обочину. На место аварии была вызвана карета скорой помощи, которая доставила трех человек в больницу. Водитель КАМАЗа и один из полицейских от госпитализации отказались. Сейчас по факту этого ДТП ведется следствие. В полночь на пульт 102 поступило сообщение об ограблении. Водитель автомашины «Опель Вектор» рассказал, что всего на 15 минут оставил автомашину без присмотра возле реки Качкарата, а когда вернулся, обнаружил, что ее ограбили. Мы приехали сюда к Качкарате в 22.20, спустили за водой, отсутствовали всего 15 минут. А когда пришли, увидели, что из салона пропали видеорегистратор, автомагнитолог Кенбут. И сумки также украли деньги в сумме 10 тысяч тенге. Замук на дверях был сломан. По факту этой кражи было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не запринято. Выезжаем.